Контент-планы, жизненные посты, задания от партнеров, профессиональные фотографии, юмор, нетворкинг – все это должно было стать основным в расписании этих людей. Сейчас самое время предстать перед судом авторитетного жюри и организаторов, которые предложили максимально объективную систему оценки команд в проекте «Битва блогеров». Я считаю, что сейчас Инстаграм, конечно, это сила, но проект, он был сильный тем, что мы людей реально сплотили и сдружили. Это был мощный нетворкинг, потому что лайк и чаты, потому что все эти фальшивые комментарии, это, ну, чем наш проект отличается от марафона, это немножко не то, да, в марафоне все сидят и вот только пишут друг другу. Здесь мы создали условия, где реально вот эта махина из 60 человек перезнакомились, они стали друг другу клиентами, и вот в этом большая ценность этого проекта. Это не чаще коммуникативный опыт, потому что это 60 человек, это не дети, это не люди, которые к тебе нанялись на работу, это все самодостаточные личности со своим мнением, со своим личным временем, которые требуют к себе определенного отношения, с которым надо считаться. Работать в жадных условиях, очень насыщенный тайминг, и так как мы первопроходцы, было непросто. На самом деле настолько было все ярко и эмоционально, мы очень многому научились от участников, от какой-то команды организованности, от какой-то команды эмоциям, от какой-то команды вдумчивости. То есть каждая команда очень самобытная, и на самом деле люди объединились как-то по своим интересам. Общение стало настолько тесным, что не только участники получили новые знания и опыт своих наставников, но и сами смогли вдохновить их на новые идеи и взглянуть под другим углом на жизнь и ее отражение в Инстаграм. Всегда думала, что я не командный игрок. Я всегда думала, что я сама все могу. Но на самом деле в этом проекте я почувствовала, что я командный игрок, и я реально люблю свою команду. Они у меня самые лучшие. Без них бы ничего не было. И ты заряжаешься от них, питаешься. И я благодарна проекту за то, что познакомилась с новыми людьми, узнала их, общаясь с ними, дружу. Я думаю, что теперь это мой круг надворкинга, он еще шире стал. Это очень здорово. Мы блогеры. И нам за это не стыдно. Мы знаем, что делаем это с душой. Мы блогеры. Да. Разве это не видно? Мы инстамаяк для своей целевой. Не все захотели стать блогерами по окончанию этого проекта, но каждый получил свой инсайт, даже больше внутренний какой-то. Каждый вышел из зоны комфорта. Самое главное, что я от них услышала, что они чувствуют сами, что победили себя. Для нас это главный результат. Я себя почувствовала немножечко воспитательницей. И я такая, так, так, так. Ну что, вы сделали домашнее задание? А вот это вот сделали? 50% нашей команды – это точно будущие звезды. В целом, конечно, классно. И вся наша команда очень прикольные люди. И от каждого я чему-то научилась. И я, конечно, очень благодарна, что они были в моей жизни. Просмотрев тысячи публикаций, члены жюри пришли в тот вечер каждый со своим представлением о лидере гонки. Но впечатление это менялось по ходу вечера, когда наставники представляли свои команды оффлайн. Лайки придите! Вот я вчера смотрел, например, вот эти две тысячи постов. Я искал фотографию, которая меня зацепит. Или пост, который меня зацепит визуально. Мне ничего не зацепило. Поэтому я всем поставил 10. И вот сегодня, в принципе, как бы мы пришли для того, чтобы посмотреть, и это цепляет реально. Я говорил, что секретный клуб 10 в плане визуального контента, в плане вовлечения в работу с текстами, вот мне они понравились больше. Но сегодня, как бы, я думаю, лидер очевиден. Какая бы у меня симпатия не была команде Бабалейла 74, да, то есть именно там, к девочкам, но они сами не выкладывали посты. Я не увидел то, что у них постов были именно, что мы с командой, у нас битва блогеров. У них последние посты были, ну, я не помню когда. И мне было так грустно от этого, то, что, ну, девчонки, я же вроде бы всей душой хотел из-за вас. То, что сегодня происходило на сцене, девочки, парни, это было очень здорово, на самом деле. И несмотря на то, что, может быть, они сами не могли выкладывать то, что делали сегодня на сцене, я уверен, что их коллеги, друзья, обязательно отдадут им этот контент, они выложат себе к соцсети, и это даст им еще дополнительный движок, чтобы двигаться куда-то дальше. Я с ней знакома давно, и я, в принципе, от нее ожидала именно что-то такого творческого, что-то такое, вау, прям серьезное. И так же, как и от Версаль. Ну, я думала, что там Белла Шумана ведет прямо такого, что вау будет. Вот, ну, в принципе, каждый со своей ролью справился, и, мне кажется, сейчас объективно мы делаем правильный выбор. Я думала, когда они начали выходить из своих комбинезонов, я думала, где-то взяли. Ну, смотрю, их 10, да, человек, а не все на молодого человека, когда он расцепил его шрифт. Типа ноги, да? Если и остался, кто недоволен финалом, то публично в этом не признался. Ведь Инстаграм – это территория позитива, а значит, из всего надо выносить только хорошее. Кстати, о хорошем. Второй сезон стартует совсем скоро. Уже известны имена наставников, которые сейчас формируют свои команды. Продолжение следует...